В 6 утра Одинцовские священники, встречающие Андреевский крест, отправились от Гребневского храма на Курский вокзал, куда прибыл и митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий, который благословил многочисленных представителей СМИ, напомнив о значении события. Андреевский крест прибыл в Россию по благословению патриарха Кирилла и архиепископа Афинского и Элладского Иеронима стараниями фонда Андрея Первозбанного. Это сложная, но почетная миссия. Мы делаем все, чтобы, во-первых, летыня была доступна. Наконец, специальный литерный поезд прибыл на нужный путь. Вскоре из вагона храма вынесли Андреевский крест. У него тут же совершен краткий молебен, в котором приняла участие и делегация греческих монахов, ни на секунду не оставляющих драгоценный груз. Апостол Андрей был распят вниз головой в городе Патры на кресте из дерева оливы иксообразной формы. С тех пор такой крест именуется Андреевским. Крест Андрея Первозванного хранится в Греции на полуострове Палапинеса в Андреевском кафедральном соборе. Столь дальнее путешествие он совершает впервые. Патрская церковь является хранительницей могилы, честной главы, других частей святых мощей апостола Андрея, а также и древо креста, на котором он принял мученическую смерть. Крест, как драгоценная реликвия, хранится в Патрах со дня распятия святого до начала господства в Греции Римской империи в XIII веке, когда он оказался на Западе. Во время Французской революции 1789 года крест был брошен революционерами в огонь. Но один католический священник, рискуя жизнью, вынул его из пламени, потому сегодня мы видим лишь фрагменты креста. И лишь в 1980 году крест вернулся в Патрскую церковь. Он хранился в бронзовом саркофаге весом 300 килограмм. Но для транспортировки греческие краснодеревщики изготовили новый ковчег из ценного берманского тика. Ровно в 10 утра машина с делегацией из Греции подъехала к Георгиевскому собору. Крест встречали многолюдно. Сразу по принесению святыни в собор начался молебен. На протяжении всего времени пребывания креста в Одинцове рядом с ним непрерывно совершаются молебны. Их в очередь возглавляют священники Одинцовских храмов, а также и других церквей Московской епархии. На общение паломника со святыней уходит около пяти секунд. «Мы воспринимаем приглашение патриарха Кирилла как приглашение русского народа», говорит митрополит Патерский Хризастон. «Ведь апостол Андрей дошел до этих земель, поэтому россияне также являются его чадами». Конечно, многочисленных журналистов в этот день интересовала причина приезда Великой Святыни именно в город Одинцово. Кто был на перроне, Владык ответил на вопрос, что почему город Одинцово и почему город Дмитрово. Потому что в наших районах больше всего восстановлено и построено новых храмов. Поэтому я считаю, что нам это право и предоставили. «Нам с главой района Александром Георгиевичем немного легче. Почему? Потому что в 2004-2005 году в Одинцово привозили мощь святого Георгия Победоноса. И поэтому кое-какой опыт у нас уже есть». Фондом Андрея Первозванного проделана огромная двухлетняя работа по согласованию этого уникального события. «Важно еще учитывать контекст, в котором происходит наше крестное путешествие по тревому государству России, Украины, Белоруссии. И здесь надо поблагодарить и Грецию, и греческий народ, и Аллатскую православную церковь за то благословение и доверие, которое она оказала нам. Потому что там прекрасно понимают, что разделенный единый народ должен получить то свидетельство того, что нас объединяет, восстановить историческую память». Не случайно связь Георгиевского собора и Санкт-Петербурга. Откуда сегодня прибыл Андреевский крест? Его нынешний градоначальник Георгий Полтавченко принимал участие в закладке нашего собора, на одном из колоколов которого написано его имя как «Ктитера храма». Кстати, в Петербурге, в Казанский собор люди стояли в очереди по 4-5 часов. У нас продвижение оказалось в 2-3 раза быстрее. Люди имеют возможность заказать молебен у Андреевского креста, приобрести его иконы. Для паломников есть питьевая вода. А для безопасности на время пребывания креста перекрыто движение по улице Неделина от улицы Молодежной до Можайского шоссе. Конечно, каждый паломник приближается к святыне со своими надеждами и чаяниями. Вот Господь меня сподобил. Представляете, такое чудо. Век живи, век учись. Это я не знала. Мне когда-то рассказала она бабуле, что этот Андрей Первозан, он первый апостол, ну как бы, которого Господь первый призвал. И вот чудо совершилось. Мы верующие люди, такой святыне обязаны прийти поклониться. Это раз в жизни бывает. Даже не верилось, что такая святыня и в наш город, в общем-то, учитывая, что в Москве будет, и вот к нам. Мы очень рады. Спасибо людям, которые это организовали. Мы очень рады. Заступник, конечно, у нас много, как бы, ну не только для России, для православия, понятное дело, сделал. Очень много у нас родных и близких, которые названы в честь имени его, как бы в честь этого святого. Поэтому такое чудо, что из Греции приехала к нам сюда в Одинцово. Помолиться и попросить о здоровье для близких. Россия – это та страна, которую привел к православию Андрей Первозванный, помог привезти. И сделал, ну, существенный вклад в это дело. Это очень важно для нас. И как же мы не можем поклониться тому, кто, можно сказать, сотворил или помог сотворить в очень многом православную веру в нашей стране, лучшую в мире. По молитвам к Андреевскому кресту люди исцеляются от злобы, неизлечимых болезней, избавляются от семейных проблем. 17 июля в среду в 14.30 доступ паломников в Георгиевский собор будет закрыт. Андреевский крест отправится в Дмитров, а оттуда в Москву в Храм Христа Спасителя. Так что у тех, кто не успеет приложиться к святыне в Одинцове, еще будет такая возможность. Ну а самым целеустремленным придется догонять святыню в Киеве и Минске.